Илья приехал на Иволгу из Пензы. Он учится в университете архитектуры и строительства. Юноша привез на форум проект беспилотного мобильного комплекса. С помощью такого аппарата можно существенно облегчить работу кадастровых инженеров. По словам разработчика, огромный коптер способен собирать точные данные о земельных участках с большой высоты. Кроме того, беспилотник можно использовать в аграрном секторе, чтобы распылять гербициды, химические вещества для уничтожения сорняков. Здесь фишкой является именно бензогенератор. Можно я его? Да, 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 давайте. Вот он, бензогенератор у нас стоит. Он питается в качестве источника энергии, как аккумулятор, который работает именно на бензине. В предпоследний день форума на фестивальной поляне Мострюковских озер побывали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полномоченный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В центре внимания почетных гостей оказалась зона инноваций и технического творчества. Дмитрий Азаров и Игорь Комаров по достоинству оценили работы молодых инженеров. Успех. Спасибо. Успех. Очень важная разработка. Интересная и перспективная. На спортивной площадке форума для гостей и участников подготовили настоящее акробатическое шоу. Один из атлетов побил рекорд России по подтягиваниям с отягощением. 13, 14, 15, 16, 17, 18. В последний день форума экспертам предстоит оценить несколько сотен проектов, которые представят участники разнопрофильных смен. Лучшие получат гранты на сумму от 150 до 300 тысяч рублей. А уже вечером на главной сцене фестиваля Поляны Мострюковских озер состоится красочная церемония закрытия форума. Анатолий Головко, Константин Головин. События.